Отец певицы и по совместительству ее директор в беседе со Стархитом признался, что не будет торопить дочь с возвращением на сцену. Однако первое выступление Нюша дала уже в новогоднюю ночь, спустя два месяца после родов. Казалось бы, новый статус должен повысить спрос на концерты и корпоративы, ведь в связи с радостным событием артистка стала одной из самых обсуждаемых персон. Но декрет отрицательно сказался на гонорарах Шурочкиной. Если раньше она просила за 40-минутное выступление 1,5 миллиона рублей, то сейчас сумма стала поскромнее. Афишных концертов у певицы пока не запланировано. Но Нюша периодически поет на заказниках. Большую же часть времени они с супругом уделяют воспитанию четырехмесячной дочери. Выступление Нюше стоит миллион двести тысяч рублей, рассказывает стар хиту Дмитрий Бушуев, концертный менеджер. Бытовой райдер у нас достаточно стандартный, вода, рыбная или мясная нарезки, просторная гримерная с плотными шторами. Плюс ортопедическая подушка и жесткий матрас. За каждый невыполненный пункт грозит штраф в пять тысяч рублей или полная отмена мероприятия. Певица говорила, что не планирует долго находиться в декрете, мечтая вернуться на сцену. После возвращения из США, где артистка находилась после родов, Нюша занялась обустройством быта. Счастливая певица решила, что теперь может чаще делиться с поклонниками новостями. Однако на радостные новости певицы и опубликованное фото посыпались упреки. Некоторые поклонники оценили радостное выражение лица певицы и восхитились милой фотографией, но большинство склонилось к мнению, что материнство испортило внешность исполнительницы. Подписчики говорили в комментариях, что звезда сцены резко постарела, и ее якобы потрепала жизнь. Более заботливые почитатели таланта Нюши спросили, высыпается ли она, обеспокоившись ее усталым видом. Артистка не отреагировала на провокации, а сегодня сменила тему, опубликовав архивный снимок и рассказав о впечатлениях от просмотра нового фильма.